Фасады и балконы обваливаются, лифта нет, вентиляции тоже. Зато есть огромные счета за коммунальные услуги, которыми никто не пользовался. Такой ситуацией оказались владельцы квартиры нового жилого комплекса в подмосковных Люберцах. Застройщик сдал дом с недоделками и жильцам приходится в судах отстаивать свои права. Максим Апарин с подробностями. Потихонечку, шаг за шагом, уверенным шагом мы поднимаемся. Уверенным шагом это, конечно, назвать сложно. На коляску с двухлетним сыном. На шестой этаж Сергей вынужден буквально тащить волоком. Ему еще повезло, соседи по подъезду таким образом добираются до 12-го. Два раза в день происходит вот такое мероприятие. Входы в лифт заколотили картоном, чтобы никто не провалился. Ничего не работает, оборудования нет. Этот лифт абсолютно весь полностью раскурочен. Маленький еще кабина где-то есть, но там все оборудование разворовали. Большинство собственников купили квартиры в жилом комплексе «Сосновый бор» в 2010 году. Въехать должны были через год. Но переезд затянулся на 6 лет. Застройщик компания «Рэндайл» обанкротилась и стройка встала. Пришла другая фирма «Эскиз стройпроект». Работы возобновились, но тоже ненадолго. В итоге дом был сдан серьезными недоделками. В квартирах фактически нет вентиляции, отсутствует система пожаротушения. Периодически отключают воду, отопление. В общем, условия частично. Я не готова. У меня трое детей, я не готова. Сейчас живу в другой квартире, снимаю. С фасада то и дело выпадают кирпичи, а летом и вовсе обвалилась часть балкона. Вчера я ребенку вызывала врача. Выходит врач на переходной балкон, и буквально в 10 сантиметрах от него падает кирпич. Люди, чтобы не подписывать акт приемки квартир, право на собственность получили через суд. Арбитражный суд принял нашу сторону и выносит решение в пользу обманутых дольщиков, присуждая нам наши квартиры. Но оформить собственность мы не могли, потому что дом не был поставлен застройщиком на кадастровый учет. С большими усилиями, так сказать, тоже и страданиями поставили его 18 октября этого года. Те, кто решил все-таки жить в недостроенном доме, получают огромные счета от управляющей компании, которая, по мнению жителей, была нанята последним застройщиком. Коммунальщики выставляют квитанции за то время, когда дом был сдан в эксплуатацию лишь на бумаге. То, что в это время там никто не жил, видимо, незначительный факт. Вот, пожалуйста, получаешь сразу май 17 июнь, июль. И, включая октябрь 18-го года, хотя в 16-м, 17-м и 18-м году здесь даже не было воды в доме. Директор областной управляющей компании сначала предпочла разговаривать без камеры, но потом все-таки пояснила, что сейчас они судятся застройщиком. Мы пишем претензионные письма, мы составляем, соответственно, иски в суд. Будем выходить с этими исками и, соответственно, судиться с ними. Сколько продлятся суды и будет ли подрядчик исправлять свои недоработки? Большой вопрос. Люди остаются в своих квартирах, а не написали обращение во все контролирующие органы. Максим Апарин, Борис Агапов, Стас Сверчков, Вести.